Истоки русского характера Мы увидели, что эти значения сходятся в значении светлой, как просвещенной, речевой И таким образом мы объяснили слово русский, объяснили, что означает наш этноним Мне тут пришло письмо на электронную почту за это время Меня спросили, а какова правомерность? Вы так анализируете, насколько это правомерно? Я считаю, что это правомерно Почему? Потому что язык непрерывен Это его такое свойство Язык, культура, история непрерывны Мы часто об этом забываем И забывая, позволяем себе проникнуться, может быть, какими-то теориями Которые на самом деле вступают в противоречие с идеей непрерывности И как в наших генах отражаются предыдущие поколения Так и в нашей речи отражается менталитет наших предков А понимаете, все это еще связано с тем, что у языка есть две основные функции Коммуникативная функция и функция, формирующая мышление Это его две важнейшие функции Каждая из них распадается еще на множество подфункций Но вот это две главные, если посмотреть таким крупным планом, две главные функции языка И вот смотрите, знаменитый психолог, выдающийся исследователь Лев Выгодский Это советский период, он уже в 30-е годы, 20-го века, он уже умер Он говорил, мысль не просто выражается в слове, а мысль совершается в слове И чем больше сегодня развивается нейронингвистика, психолингвистика Тем больше они приходят к этому выводу Что речь это и есть процесс мышления Человек мыслит, когда он разговаривает Гумбольд называл язык образующим органом мысли Игорь Смирнов, советский врач, специалист в психокоррекции Который достиг фантастических успехов в работе с подсознанием Говорит о том, что подсознание, он называет его семантической памятью А семантика это смысл, значение слов В подсознании хранится семантика за 700-600 прошедших лет Понимаете? А если эти люди, которые жили 700-600 лет, у нас ответят, что тоже у них были родители Они тоже взяли от них язык То есть он постоянно и непрерывно присутствует в нашем подсознании Да, конечно, подсознание и сознание это разные вещи Но именно поэтому важно выводить в сознание смыслы слов Когда мы говорим, не понимая, что мы произносим Наше подсознание все-таки считывает информацию А если мы употребляем слова не по назначению Или как-то вообще говоря бессмысленно Мы приводим в конфликт сознание и подсознание То есть чем более сознательно мы разговариваем на языке Тем лучше работает наш мозг, тем лучше наше мышление Так вот, недавно было интересное интервью Татьяны Черниговской по телевизору Даже два интервью Она была в гостях у Владимира Познера Это очень интересный нейролингвист, очень я люблю ее почитать Есть у нее свой сайт в интернете Она говорит, что вообще-то говоря, для бытового общения язык не очень удобный инструмент Она говорит, что это слишком сложный инструмент для бытового общения Она еще говорит, что вот если бы для такого какого-то повседневного общения Вот азбука Морз это то, что нужно Там постучал точка-тере Что передал, то и понял А язык это очень сложно Человек сказал одно, слушающий его понял совсем другое Зависит от того, в каком он психологическом состоянии Каков предыдущий опыт его жизни Есть ли у него какие-то комплексы То есть он вообще может понять совсем не то, что ему сказали Мы знаем это, мы с этим сталкиваемся, да? Ты меня не понял, я тебя не понял То есть вот язык для коммуникации бытовой и повседневной Она говорит, это не самый лучший инструмент Не самый лучший инструмент Есть еще очень интересный тоже исследователь языка Американец Наум Хомский Он вообще говорит, он спорит с Аристотелем Потому что Аристотель говорил, что слово это звук со смыслом А Хомский говорит, слово это смысл со звуком И вся вот эта звуковая часть глубоко вторична Главное то, что происходит в мозге в этот момент Мы говорим о том, что вот эта основная функция Это формирование мышления А Черниговская просто говорит Язык нам дан или возник Она говорит, что тоже не знает как Для того, чтобы организовать мир вокруг нас Понимаете? А чтобы организовать мир вокруг нас Конечно, лучше, если бы и подсознание, и сознание звучали в унисон у нас А не как-то в разнобой Пришел еще один вопрос по поводу нормандской версии толкования слова рус А вот почему вы не затронули эту тему? Но я могу затронуть эту тему очень вскользь Дело в том, что нормандская версия Мы говорили, когда она сложилась Она начала складываться при Ане Иоанновне А в принципе нормандская теория Это как бы ответвление Некий частный случай готицизма Который развивался в Европе В Северной Западной Европе Начиная там с XVII века С конца XVI-XVII И вот он вылился в такое прославление готов Готы как родоначальники вообще говоря всей Европы И вот шведы внесли свой вклад И они вот произвели вообще всех от шведов И греков, и всех И после этого нам досталось С этой нормандской теорией Очень интересный автор есть Лидия Грод Которую как раз я читала Вот в перерыве между этими двумя лекциями Которая кандидат исторических наук Она живет в Швеции Знает и немецкий, и шведский Читает все эти источники Она просто написала книжку Сейчас не вспомню название Но подтекст такой норманды Которых не было Она вообще приводит такой аргумент Территория, которая По имени которой часто выводят слово рус Вообще говоря возникла Чисто географически, геологически даже Геологически возникла лишь в XVII веке Поэтому никто там не мог называться русами В XI в XI от этой территории Это очень интересный момент Но вот если все-таки о нормандской версии говорить То переводят часто как грибцы Рус-грибцы Ведь они что говорят? Что Рюрик-то был вообще-то говоря Он не был княжеского рода Это был простой воин Который пришел со своим родом Но уж совсем у славян никого не было И они попросили его быть их князем А мы с вами слово князь разбирали в прошлый раз Мы сказали, что это что? Источник кона То есть источник вот каких-то знаний о самых основах Так вот слово князь отвечает нам Мог он быть вообще говоря чужим или нет? Мог? Не мог Он не мог Слово говорит, что не мог Потому что кон это основа Основа мироустройства Князь Представитель того слоя общества Которые стояли Их предки стояли У основ мироустройства И он должен был контролировать Это, как все происходит Поэтому слово говорит Нет, он не мог этого делать Ну а что Если просто лингвистически порассуждать Ну мог ли весь народ называться грибцами? Вот просто нации Можете назвать грибцы? Выводите только сколову грибцы Что в нации все грибут? И так быть не может Так быть не может Но если бы даже Какое-то такое слово возникло То что бы произошло по законам языка? А по законам языка произошло бы следующее Это слово потеряло бы свое значение Грибцы или кто угодно И приняло бы то значение Которое народ ассоциирует с самим собой Вот и все Что было бы Но судя по всему этого и не было Потому что собственно Олег Трубачев Академик, который как раз и является автором Перевода этого слова Как светлый и даже белый Олег Трубачев выводит его с юга С юга я имею ввиду по отношению к Швеции Из северного Причерноморья он выводит его Именно там сформировалось чередование ОА О, извините, Рос-Рус Он говорит о том, что нет в нем ничего северного Поэтому вот в общем-то вот эта версия Она конечно наименее вероятная из всех А мы с вами будем видеть дальше идти И будем видеть, что наше прочтение подтверждается Мы просто имеем этот светлый, как перевод слова Рус Слово Рус мы уже не можем понимать Это слишком большая древность Но язык не может оставить народ без понимания о том, кто он Это все равно будет звучать его языке В его фразеологии, в его каких-то идиомах Все это будет звучать обязательно Вы понимаете, вот еще очень интересная речь Тоже встретилась мне как раз за это время Я читала кусочками переводы путешественника, историка, араба Ибн Русте Он пишет, что вот, например, у вятичей У вятичей, это все на оке То есть мы сегодня понимаем, что это у вятичей, на оке В тех краях Князья зовутся Свиет Малик Причем сегодняшние лингвисты переводят это как Светлый князь Вы видите опять Свиет? Со Свиет сложно спорить Я более того скажу, Малик не князь, конечно Потому что это слово болгарского языка Малик означает малый Это малый свет, свет Малик И Ибн Русте пишет Но есть еще самый главный князь Который называется Раис Ар Руас Раис Ар Руас То есть опять же этот Рус В соответствии со всеми чередованиями Но это уже старший князь Поэтому Свиет Малик, он младший и получается Малик до сих пор в славянских языках есть это слово То есть не получается нам с нормандской теорией и с нормандской трактовкой слова Рус Получить что-то, что бы соответствовало законам этнологии и законам лингвистики У нас не получается этого сделать Поэтому мы, в общем-то, не смотрим, я во всяком случае, на это как на серьезную версию Наши лекции я сегодня хотела бы начать со слова патриотизма Оно вообще казалось бы не о том, не на эту тему, не на тему сегодняшней лекции Но мне давно хотелось о нем поговорить Понятие, конечно, связано с тем, чем мы здесь занимаемся Тем, о чем мы слушаем Я хочу сказать, что вот вокруг этого слова очень большие дискуссии В прессе, на телевидении Постоянно, особенно вот сейчас в разгар украинских событий Но постоянно, что такое патриотизм, спорили Все со всеми Одни говорят, это родину любить Другие говорят, это ее критиковать, чтобы она стала лучше Ну, в общем, масса версий Но никакого взгляда на само слово Обратите внимание тоже Вот ведь даже люди образованные Люди, которых мы знаем, как интеллектуалов Все равно как-то по-другому пытаются с этим словом разбираться Но в корень не смотрят Давайте посмотрим на слово патриотизм Вот это греческий корень патрис Считается, что греческий И изм это направление мысли, стиль, характер, действия И вот отсюда любовь к отечеству Но корень-то не отечество у этого слова Патрис отечества Но корень не отечество Корень это минимально значимая часть смысловая От которой образуется все другое Я думаю, вы легко находитесь Какой корень в слове патриотизма? Патр Корень патр, их ниже написано Отец, латинский отец Вот он наш английский фата И вот наш русский тятя И папа Итак, отец корень А изм это у нас направление мысли, стиль, характер, действия Так патриотизм это поведение, которое по стилю и по характеру действия Совпадает со стилем и характером действия наших отцов В широком понимании этого слова Вот что такое патриотизм И в этом смысле у каждого народа возможно будет свой патриотизм Только и всего Но здесь не нужно так догадать Критиковать, защищать, хвалить Здесь надо посмотреть, как жили и действовали наши предки Собственно, это и есть ключ к пониманию этого слова Что патриотично? Патриотично делать так, как делали наши предки А разумно ли это? Рационально ли это? Сегодня звучит вопрос Может быть, надо всё это отмести Мы живём уже в современное время Мы продвинутые Может быть, мы сами будем решать, как нам надо жить Но вы знаете, это такой вопрос, который человек перед собой ставит станом Он признаёт опыт предыдущих поколений Или не признаёт Есть и такие, и другие люди Кто-то признаёт, кто-то не признаёт Но я уже говорила в прошлый раз Что если нация существует до сих пор Значит, она смогла преодолеть сложнейшие испытания И самого разного характера испытания А если это так, то почему бы нам не посмотреть, какого был их опыта Вот моя позиция по патриотизму такая Но вот с патриотизмом связан другой вопрос Вопрос о пути развития Тоже постоянно у нас поднимается Тоже постоянно поднимается Ещё с давних времён Западники, славянофилы Каким путём уйти Нам идти, как они Нам идти своим путём Какой ещё свой путь звучат голоса У всех путь должен быть один А вот смотрите, что происходит со словами Сначала извращается смысл слова Потом этот смысл Ну, подвергается критике Либо осмеянию А потом дискредитируется всё слово Идёт вот такой Ведь мы это наблюдали, правда? И прошлой зимой все эти дебаты Что значит свой путь, не свой путь? Если патриотизм у всех свой, то и путь у всех свой В одной из своих программ Владимир Познер рассказывает, как к нему приехал какой-то его, я не помню, какой-то родственник маленький И они ехали в машине Он спросил, а почему у вас фонари кривые? Вот эти столбы фонарные Как наклонены, не стоят прямо И вот в своём споре о патриотизме с кем-то из своих гостей Познер говорит Так что такое свой путь-то? Это когда столбы, что ли, кривые? Вы понимаете? Конечно, слово патриотизм помогает нам найти ответ на этот вопрос Столбы, конечно, у всех должны быть ровные Без вопросов Улицы чистые Города красивые Когда разговор идёт о своём пути, разговор идёт о мотивации Чем должен быть народ мотивированным, чтобы притикать к красивым чистым городам, к ровным фонарным столбам? Вопрос о мотивации Одних мотивирует одно, а других мотивирует другое И мы абсолютно точно видим это, когда сравним языки Основные важнейшие корни языков, скажем, русский или английский Мы видим, что это два разных народа Я сразу хотела сказать, что сейчас в порыве интереса к русскому языку Слышатся голоса, что английский на время язык – это вообще язык мусора Это какой-то там вирусный язык Это язык деградирующий Я много лет его преподаю Конечно, это ни в коем случае не мусор, не деградирующий Это большая культура И, между прочим, трагическая культура Которая тоже отражается в этом языке Так, конечно, говорить нельзя Ни в коем случае А вот понимать их и понимать себя действительно полезно Чтобы не ждать от людей других наций того, чего ждать от них не нужно Потому что для них это просто не свойственно Чтобы понимать, как выстраивать свою позицию В переговорном процессе, где бы то ни было еще Это, конечно, очень важно А вот чем мотивируется народ Мы посмотрим Мы посмотрим в языке И сделаем свои выводы Давайте мы сейчас Вот как бы опираясь на материал прошлой лекции Сделаем такой вывод, который мы не успели Итак, про князя мы сказали Что никаким чужеземцем князь быть не может Потому что князь должен стоять около кона И следить за тем, чтобы попа О котором мы тоже говорили Орган народовластия В которого никого не выбирают Где каждый мужчина от семьи Участвует в этой копии Каждый там в своем поселении, городе А князь смотрит, чтобы решения принимаемые Не противоречили кону И, соответственно, отсюда мы выходим на слово закон Так вот язык нам говорит еще Фактически может нам объяснить А каковы должны быть законы? Вот сидит у нас дома Принимать законы Вот скажите, законы могут быть списаны с чужой конституцией? Ну вслепо, по крайней мере, могут быть списаны? Не могут Потому что закон, это мы Пусем анализы слов Мы ряд слов анализировали С приставкой «за» Что мы сделали, какой вывод у всех слов За это обеспечение кона в будущем Что-то, что обеспечивает ему существование в будущем Поэтому закон всегда должен опираться на разумную традицию На ту традицию, на то, что мотивирует людей этого народа, этой нации Вот так должны приниматься законы Если бы сегодняшние люди знали, что такое закон А вот мотив должен исходить из характера народа Тогда народ чувствует себя органично И тогда у него и столбы ровные, и улицы красивые, и все остальное Но обратите внимание, что вот эта тема тоже дискредитирована через ложные смыслы И после этого, значит, осмеяна, что не может быть своего пути Нам это невыгодно Нам выгодно понимать вообще себя, свою натуру и свою природу